В Перме переименование красивых старинных улиц началось в 1920 году по решению городского исполкома и по совету народных депутатов. Наиболее, скажем, имеющие проездную часть, интереснейшие и важные государственные здания, они получили, конечно же, имя первых лиц государств. Покровская стала улицей Ленина, Сибирская стала улицей Карла Маркса. То есть практически вот этим решением все улицы города были переименованы. Монастырская улица стала трудовой, торговая советской, петропавловской, коммунистической, а Биармская, Плеханова. А вот улицу Солдатскую переименовали в Красноармейскую. Она не была центральной, и ей не доверили чести носить имя лидеров эпохи. В последующие годы улицы переименовывали к юбилейным датам или в честь ушедших великих деятелей. Горького, Николая Островского, Кирова, Куйбышева. После перестройки пошел обратный процесс. По требованию пермяков улица Жданова стала снова Осинской, проспект Ворошилова-Парковом. Причем было предписано в течение трех месяцев поменять указатели на этой улице, на домах. Затем процесс переименования замедлился. В 1998 году улица Карла Маркса стала Сибирской, через 11 лет коммунистической Петропавловской. В этом году топонимический совет обсуждает переименование большевистской. Мало кто знает в городе роли Екатерины II в развитии города Перми, в жизни нашей Пермской губернии. Мы стараемся эту информацию донести до жителей. Но я думаю, что решение будет все-таки принято в пользу улицы Екатерининской. Сейчас в Перми 1300 улиц и переулков. В 21 веке названия новых улиц стараются не связывать с политикой. Более нейтральные выбирают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова